Для того, чтобы получилась эта команда, необходимы только морковь и нечеловеческая сила. Сок Самара! Собирайся, народ! Кто на бенефис идёт? Опа! Бенефис, бенефис собирает друзей, это шутки, ромашки, веселья. Бенефис, бенефис собирает... Браво! Молодцы! Молодцы! Друзья, друзья, давайте поаплодируем этим молодым и в ближайшем будущем сильно покалеченным мной людям. Это что такое? Это что за хреновина? Нет, я, конечно, тоже, да. Но это же бред полный. Ребята, вы понимаете, насколько серьёзно это мероприятие? Это же бенефис моей любимой команды. Это же знаменитые джентльменские одесситы. Одесские джентльмены! Не лезь, я тебя прошу сейчас. Был же у нас хороший выход со слонятами в шарфах. Это что вы устроили-то, я не понял. То есть, был у нас туз козырной, а мы с шестёрочки треф зашли, да? То есть, у нас своя коровка в огороде пасётся, а говядинку мы у соседей покупаем, да? То есть, у нас дядя ректор, а мы сами поступать решили, да? Ты смотри, приём какой, прям на ходу всё придумывали. То есть, кран у нас поломался, а мы его чинить начали, да? Всё. Ну, не всегда, удачно. Вы понимаете, что шутить надо на темы интеллигентные, понятные и доступные не только нам с тактичными украинцами? Одесские джентльмены. Я тебя убью сейчас. Кто придумал это показывать? Лужков. Кто? Мы в поезды ехали, ты спрашивал. Мэр Москвы, шесть букв, Лужков. Так, остановили, бенефис. Вы чё творите? Чё вы смотрите на меня, как инженеры ВАЗа на Мазерате? Давайте показывать эти случаи ваши бесконечные. А у нас десятка анекдотов от Олега Филимонова. И на десятом месте анекдот про рыбалку. Ти, значит, мужик рыбачит, а к нему подходит инспектор Рыбнадзора и говорит. Инспектор Рыбнадзора, на что ловим? А мужик ему отвечает. На ужин начальнику ГУВД. Так, остановили, бенефис. Ребят, вы понимаете, что вы меня сейчас просто опозорили перед этой интеллигенцией с привоза? Одесскими джентльменами. Чё он брюш? Ещё одно замечание. И на сцену у меня все выйдете в женских платьях. А Василина? А Василина уже наказана. Всё. Значит так, пожертвуем выступлением, займёмся воспитанием. Надо как-то выйти на один уровень-то. Да? Проведём урок этикета. Вот так доставайте листочки и ручки, записывайте. Значит, самое главное, самое главное это правильное отношение к женщине. Женщину надо везде пропускать вперёд, уважать её мужу. Понимаете? Поняли? Заткнись, я тебя прошу. Дим, а сколько раз в год надо душ принимать? Это, Саш, не этикета, а гигиена. Гигиена и тити-тигр. Да, успокоились, я сказал. Сколько у тебя нарушений было? Два. Последнее предупреждение. Значит, теперь, что касается поведения за столом. Я надеюсь, банкет-то намечается какой-то, да? Ну, я рассчитываю. Значит, что касается ножа и вилки. Значит, Саша, в какой руке надо держать нож? Бей, бей, бей. В правой руке надо, Саша, держать нож. Ну, ладно. Ладно. Вроде подтянулись как-то, да, на уровень одесских джентльменов. Одесских джентльменов? Да какая разница? Давайте подытожим. Дорогие друзья, уважаемые одесские джентльмены. Я лично помню вашу команду с детства. Ну, как с детства? Килограмм 60, вот так. И, знаете, вот у нас, у Ильи, вот у крупненького, иди сюда. Вот. У него есть давняя мечта. Это, на самом деле, это абсолютная правда. Он мечтает взять автограф у своего кумира Олега Филимонова. Олег, можно? Аплодисменты. Ну что? Ну все, дарственную подписал. Ну вот на этом и подытожим. Поздравляем вас!